Всем привет! Сегодня мы будем повторять уличную еду со всего мира. Поехали! И первое, это необычные хот-доги из Таиланда. В них даже нет сосиски. В качестве начинки обжаривается лук и ветчина с добавлением барбекю соуса. Начинку перекладывают в булочки для хот-догов и самое крутое, поливают расплавленным сыром. Давайте повторим этот мега сырный хот-дог. Итак, разрезаем одну луковицу напополам. Делаем горизонтальные надрезы. Затем вертикальные. И крошим кубиком. Также нужна ветчина. Нарезаем ее на тонкие ломтики. А их уже на кусочки поменьше. Сковородку на плиту. Подливаем масло. И сначала обжариваем лук. Периодически помешиваем. И ждем, пока он не подзолотится. Забрасываем ветчину. Добавляем столовую ложку барбекю соуса. И продолжаем все это обжаривать до вот такого красивого бурого цвета. Все, начинка готова. Теперь берем булочки для хот-догов. Разрезаем их. И раскрываем. Наполняем начинкой. А теперь нужны вот такие пластинки сыра. Открываем их и перекладываем в сковородку. Дальше ставим на огонь. И постоянно перемешивая, ждем, пока он не расплавится. Готово. Поливаем хот-дог нашим горячим сыром. Давайте его попробуем. Это очень вкусный хот-дог с такой барбекю начинкой. Но, может ли это называться хот-догом, я не знаю. Так как в нем нету сосиски. Взгляните на нее внимательней. Кажется, она мне что-то напоминает. Да, это человекоуправляемая торпеда. Под занавес Первой мировой войны итальянцы разработали и даже успешно применили первую человекоуправляемую торпеду. Два аквалангиста, управляя аппаратом, скрытно подходили к кораблю противника. Отсоединяли заряд, который транспортировался в носовой части торпеды. И подвешивали под нищим корабля на натянутом тросе. Время подрыва заряда устанавливалось при помощи простейшего часового механизма. Модель торпеды была длиной с автобус и весила полторы тонны. Да, я интересуюсь историей и знаю много интересных фактов благодаря игре World of Warships. В свободное время я могу выйти в бой вместе с друзьями. Либо просто отдохнуть и посмотреть интересные исторические фильмы и мульты. Присоединяйся ко мне, получи бонусы в игре на 1000 рублей при регистрации нового аккаунта. Если ты используешь облог, то выключи его. Переходи и скачивай игру по ссылке в описании или в первом закрепленном комментарии. Так ты поддержишь мой канал. Удачи в бою! Следующий на очереди, это один из самых необычных напитков. На улицах Тайваня готовят Milk Bubble Tea. Для этого варят шарики тапиоки, наполняют ими стакан, а также подливают молоко и чай. Даже не представляю, какое все это на вкус, поэтому нужно повторить. В интернете мы нашли и заказали шарики тапиоки. Открываем пакетик и пересыпаем их в сотейник. Сейчас это просто сухие шарики. Заливаем их горячей водой. Ставим сотейник на плиту. Добавляем столовую ложку коричневого сахара. Также ложку меда. И перемешиваем, чтобы он растворился. Видно, как тапиоки начинают разбухать. Варить их будем 45 минут. После того, как сварились, оставляем на час просто остыть. А пока берем графин. Бросаем в него 3 пакетика черного чая и заливаем кипятком. Пусть пока заваривается. Ой, чуть не забыл. Добавляем сахар. На такое количество 3 столовых ложки. Перемешиваем. Берем стакан и перекладываем в него тапиоки прямо с сиропом. Также берем молоко. Открываем его и выливаем, что получилось, полстакана жидкости. А оставшееся пространство заполняем уже остывшим чаем. Использовать нужно вот такую супер широкую трубочку. С ее помощью все перемешиваем и наш Милк Бабл Тик готов. Выглядит очень необычно. Ну что, попробуем? Могу сказать, что это вкусненько, но в то же время непривычно. Через трубочку проходят тапиоки и ты жуешь такие желейные шарики. Они, кстати, довольно безвкусные. В общем, напиток на любителя. Ну а для последнего вида стритфуда на сегодня мы арендовали вот такой специальный аппарат для сахарной ваты. Еще нам понадобятся палочки, на которые наматывают вату и специальная ложка. Начнем с самого простого. Обычная сахарная вата, которую делают в парках. Для этого нужен только сахар. Набираем его ложкой и пересыпаем в специальный барабан. Я добавил несколько ложек сахара, чтобы ваты было побольше. Температуру выкручиваем на максимум и включаем аппарат. Барабан раскручивается, поэтому берем палочку и ждем, пока из барабана начнет вылетать вата. Быстро собираем ее по кругу и крутим палочку, чтобы на нее наматывалась вата. Спустя пару минут она готова. Давайте ее попробуем. Самая обычная вкусная сладкая вата. Итак, переходим на следующий уровень сложности. В Японии на одной палочке делают разноцветную вату с разными вкусами. Для того, чтобы все это повторить, открываем специальный отсек и достаем коробочку. Внутри нее красители со вкусовыми добавками. Мы выбрали вкус яблока, голубики и клубники. Берем три стакана. В каждую из них кладем сахар и понемногу красителей. Перемешиваем их с сахаром. Набираем розовый краситель. Высыпаем в барабан и включаем. Сначала наматываем как обычную сахарную вату. Добавляем синий краситель. И накручиваем слой из него. Ну и финальный яблочный вкус. Мы долго тренировались, переделывали, пока не получилась нормальная форма сахарной ваты. Ну что, давайте попробуем. Это уже прикольнее. Сразу три вкуса в одном. Ну и последнее десерты сахарной ваты. Делаю три разноцветных шарика ваты. Затем добавляют всякие сладости и мороженое. Заворачивают. И получается вот такая супер сладкая шаурма. Ну что, давайте сделаем ее. Отматываем пергамент. И отрезаем нужный кусок. Первый вкус будет яблочным. Делаем такую шапку из ваты. И выкладываем на пергамент. Засыпаем в барабан сахар с клубничным вкусом. Выкладываем сверху на зеленую. Розовой ваты получилось меньше, поэтому разрываем ее и растягиваем пошире. Ну и последнее голубая сахарная вата. Выкладываем на прошлые слои и прессуем руками. Сверху высыпаем клопья. Фруктовый попкорн. Ну и два вида мороженого. Первый со вкусом манго. А второй ягодный. Руками сворачиваем рулет. И обматываем в лист пергамента. Разрезаем. Получается такая супер разноцветная шаурма. Пробуем ее. В общем, детям это очень понравится, потому что максимально сладко и разноцветно. Но мне это чересчур приторно. Тут просто сахар в сахаре, замотанный в сахар. Но выглядит интересно. А если вы хотите, чтобы мы еще приготовили необычную уличную еду, то ставьте лайки. И как только наберется 300 лайков, мы снимаем новое видео из этой рубрики. Обязательно подписывайтесь на канал. И еще одна нужна ваша помощь. Я поспорил с другом, что на его канале через неделю будет 500 тысяч подписчиков. А он в это не верит. Победитель получает любое желание. Поэтому нужна ваша поддержка. Нужно, чтобы вы зашли сюда и глянули серию. Досмотрели ее до конца и подписались на канал. Наперед спасибо за поддержку. Всем пока. Продолжение следует...